Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но ключевое, как мне кажется, здесь Это то, что для всех этих трех сборных Матчи со сборной России Обычные игры И мы будем настраиваться на это Как на попытку отомстить А для других команд это матчи В которых они могут попасть на чемпионат мира Ключевое для нас, как мне кажется Вот этот комплекс вины Устранить и играть Только для того, чтобы попасть на чемпионат мира Не нужно мстить за что-то Тем более, что половина составов этих команд Там тоже поменялось у славянцев Так вообще не осталось, по-моему, ни одного игрока Из 2010 года Поэтому просто надо играть в футбол Ну и, конечно же, из этой группы Необходимо выходить хотя бы со второго места Теперь перейдем к локальным новостям Спартакиада студентов и аспирантов Казанского федерального университета продолжается На этих уходных состоялись еще два этапа Шахматы и настольный теннис В зачете по шахматам первое место заняли Представители юридического факультета Вторыми стали шахматисты из Института математики И механики Милбачевского Замкнул тройку Институт физики Остальные результаты на вашем экране В настольном теннисе борьба развивалась Не хуже, чем в шахматах Наш корреспондент Диана Урядова Отправилась на это событие Чтобы сейчас, вместо событий, вам обо всем рассказать Кто в итоге стал чемпионом по настольному теннису Спартакиаде в этом году 6 декабря спортивный объект Уникс Открыл свои двери участникам Спартакиады Среди студентов и аспирантов по настольному теннису Участники соревнования отчаянно боролись За заполучение статуса чемпиона На теннисных столах наблюдались яркие игры Как одиночных, так и спаренных стилей Особенность командного взаимодействия В настольном теннисе – смешанные команды Женщины и мужчины коллективно трудом били за медали Этот год богат большим количеством новых игроков Которые впервые отстаивали честь своего института Поэтому сделать прогноз, кто же войдет в стройку медалистов Было невозможно После групповых этапов были выявлены сборные Которые в последующем разыгрывали медали За бронзу сражали спортсмены Из Института психологии и образования И Института социально-философских наук После первой партии ближе к победе Были представители сборной ИСФН Итог 3-1 в пользу психологов И они уверенно забирают почетное третье место В борьбе за первое место Встретились представители Института управления экономикой и финансов И Института вычислительной математики и информационных технологий Команды не уступали друг другу В первой партии ИВМИД в легкую забрал победу Но во втором розыгрыше Ракетки из Уэфы вернули интригу в матч В последующих двух партиях Происходила точно такая же борьба Финальная партия шла очень волнительно Для спортсменов обеих команд В честь Уэфа отставили Руслан Зарипов и Юлия Буранбаева Со стороны ИВМИД Артур Гентатулин и Линда Горелова Игроки отважно пытались подобраться к развязке матча Уэф оказался настойчивый И итогом пятой заключительной партии стала победа эконома Таким образом и пил бронзовые призеры ИВМИД забирает серебряные медали А ракетки из Уэфы становятся золотыми медалистами И присваивают статус чемпиона по настольному теннису Своему институту Диана Урядова и Деля Спорта Ну и заканчивая тему спартакиады Поговорим об армрестлинге Спартакиада вузов Республики Татарстан Также продолжается В спорткомплекс Москва в эти выходные Принимал у себя спортсменов из всех вузов Республики Татарстан Разумеется они там собрались ради того Чтобы выяснить кто из них сильнее в данном виду спорта Чтобы забрать золотые медали себе в копилку И набрать необходимые очки В общий зачет университетов Диана Жданова побывала на этом мероприятии И сейчас вам расскажет как это было Спартакиада вузов идет полным ходом Очередным ее этапом стали соревнования по армрестлингу Которые прошли с 4 по 6 декабря В спортивном комплексе Москва На них съехали студенты 8 университетов В соревнованиях принимали участие мужчины В 9 весовых категориях Уже с начала поединков ощущалось напряжение между соперниками Было видно, что каждый из них настроен на победу Некоторые держались более уверенно Другие же переживали по поводу предстоящих соревнований Первыми выступали мужчины с весом 55 кг В ходе напряженной борьбы Золотую медаль получил Артур Камаев Из Казанского авиационного института Набрав 25 очков Второе место с результатом 23 очка Занял Рушан Фархаев Из российского государственного университета правосудия А Тимур Хазиманов с отставанием в 2 очка Подарил Казанскому федеральному университету Следующими к столам вышли мужчины, вес которых был 60 кг С небольшим отрывом победу одержал Владислав Харитонов Из Казанского федерального университета Судьи дали ему 25 очков Серебро в данной весовой категории С результатом 23 очка взял Денис Хакимов Из Казанского энергетического университета Замыкая тройку лидеров Булат Гафуров Из Казанского авиационного института Набрав 21 очко После продолжительной схватки с соперником из Академии спорта и туризма Первенство среди мужчин весом 80 кг Досталось Антону Клемину Из Казанского государственного энергетического университета Борьба между участниками становилась все напряженнее И следующими бороться вышли представители категории 85 кг Среди них золото взял Данил Ахмедшин из КГУ Решат Ахмедшин из Академии спорта и туризма Занял первое место в весе 90 кг Последними к столам вышли представители весовой категории выше 90 кг Среди них золото взял Марат Ахмедзянов из Академии спорта и туризма Оставив соперников из КГУ и КГУ с небольшим опережением Диана Жданова, Евгений Алмазов, неделя спорта Теперь переходим к игровым видам спорта 1 декабря продолжилась студенческая волейбольная лига Мужские команды Казанского федерального и Казанского государственного медицинского университета Встретились на паркете Уникса И Эльвина Губайдульна отправилась вслед за ними Сейчас она вам расскажет, кто в итоге победил в этом матче Фаворит или же середняк турнирной таблицы Студенческая волейбольная лига продолжается 30 ноября в Униксе состоялась встреча между мужскими сборными Казанского государственного медицинского университета И Казанским федеральным университетом С первых минут матча неожиданностью стал прессинг со стороны медиков Но федералы смогли поддержать темп игры Команды обменивались съемами и атаками Игра шла вровень Прорыв сборной КФУ случился лишь под конец партии Федералы совершенно спокойно организовывали доигровки Действует через центр сетки 25-22 Во второй партии сборная Казанского федерального университета Полностью взяла инициативу в свои руки И вырвалась вперед со счетом 6-0 Однако медики не собирались сдаваться Заставляли соперника волноваться и часто ошибаться Отправляя мяч в аут После небольшого перерыва команда произвели замены И игра вернулась к федералам Медики начали ошибаться еще больше КФУ ведет с общим счетом 2-0 В заключительной партии КФУ сохранял активную игру После их удачных комбинаций Сборная КГМ посыпалась Между игроками часто случались споры и недопонимания Которые только ухудшали их положение Впрочем, федералы постарались закончить игру максимально быстро И в свою пользу А медики не смогли им в этом помешать Сборная КФУ одерживает победу Над КГМ с общим счетом 3-0 И двигается дальше Следующая встреча будет непростой Потому что федералам предстоит встретиться с принципиальным соперником Казанским авиационным институтом Ильвина Кубайдульна, Неделя спорта От волейбола далеко не уходим Казанский федеральный и Казанский государственный медицинский университет Провели на этой неделе еще один матч Но только вместо мужчин на паркете уже встретились женские сборные За ними наблюдал наш корреспондент Наталья Жернова Смотрим прямо сейчас про этот матч 2 декабря Уникс Очередной матч студенческой волейбольной лиги для сборной Казанского федерального На этот раз волейболистки встретились со сборной медицинского университета Интриги во встрече федерального университета и медиков не ожидалось Ведь волейбольная сборная КФУ – лидер лиги прошлого года В то время, когда КГМУ постоянно находится в нижней части турнирной таблицы Тем не менее, настрой у медиков был боевой Начало игры прошло спокойно Настроившись, спортсменки КФУ успешно атаковали половину соперниц За свою несобранность и пропуск мячей волейболистки медицинского заплатили быстро закончившиеся партии не в свою пользу Сборная КФУ без особых усилий закончили ее со счетом 25-9 Настроение игры поменялось уже во второй партии Расслабившись, волейболистки КФУ начали выпускать из виду мяч, который впоследствии падал на их половину Медики почувствовали это и наконец-то нашли слабое место своего соперника Обманывая ложными действиями, волейболистки КГМУ отправляли мяч в последнюю зону так, что защитницы федерального не успевали осуществить сейф Эти минуты заставляли понервничать не только волейболисток, но и тренера КФУ Артема Григорьева Вскоре либера федерального все же смогла собраться и команда снова стала увеличивать разрыв в очках на табло Вторая партия вновь закончилась победой КФУ. Счет 13-25 После перерыва на третью партию волейболистки Медицинского вышли с настроем перевести счет в 2-1 Однако после ослабления обороны во второй партии со стороны федералок, несмотря на удачные атаки и не стоявший на месте счет со стороны КГМУ, медики все же совершали грубые ошибки Последний отрезок партии стал наиболее напряженной частью игры Попеременно таймаут брала то одна, то другая команда Сборная КФУ берет перерыв перед матчболом Настроенная выходит на поле и заканчивает игру со счетом 25-12 3-0, счет КФУ в студенческой лиге летит еще 3 очка Наталья Жирнова, Неделя спорта Студенческая гандбольная лига подходит к своему завершению Сборная Казанского федерального университета на этой неделе сыграла свой предпоследний матч на данном турнире против Казанского государственного архитектурно-строительного университета Сборная КФУ уже потеряла шансы на золото, так как в начале турнира есть у них все-таки поражение А вот за серебро ребята продолжают бороться Как прошел предпоследний матч студенческой гандбольной лиги, расскажем прямо сейчас в нашем сюжете Команда Казанского федерального университета воодушевленная победой над энергетическим продолжает выступление в студенческой лиге по гандболу В следующем туре КФУ встретилась со сборной архитектурно-строительного университета Матч для этой команды должен был стать достаточно напряженным Они вышли в смешанном составе против лидеров турнира Так что на поле играли не только гандболисты, но и баскетболисты Несмотря на интересное положение дел в команде КГСУ, именно она открывает счет игры на второй минуте КФУ не собирался надолго отдавать преимущество сопернику И уже на третьей минуте мяч летит в ворота архитекторов С этого момента игра становится более предсказуемой На протяжении следующих 16 минут первого тайма КФУшники без труда зарабатывают очки для своей команды Пропускает соперника только два мяча В этой серии Голов хорошо показал себя Дамир Сафин На его счету 4 очка Сборная КФУ легко обыгрывает своего соперника, успешно пробивая ворота почти после каждой атаки На 17-й минуте архитекторы все-таки вспоминают о тактике в игре И это помогает им принести результаты для своей команды Гандболисты сборной КГСУ начинают делать хорошие передачи на своих партнеров по команде И успешно перехватывать мяч у соперника Так архитекторы приносят в копилку КГСУ еще 7 очков Однако, наконец-то появившаяся собранность в конце тайма не помогает им вырваться вперед КФУ ведет. Первая половина заканчивается со счетом 21-10 Во второй половине первый мяч также забивает архитекторы Конец прошлого тайма дал КГСУ взбодриться Поэтому вторая половина игры развивалась хорошо для сборной архитектурного Казалось, что шанс, пусть и небольшой, у них есть Игроки явно не собирались просто так сдаваться Даже несмотря на силу противника До 39-й минуты матча шла настоящая борьба Пусть и не совсем равная Архитекторы эффектно забивают свои 5 голов И все же пыл пропал, было уже видно, как сборная архитектурно-строительного расслабилась Команда спокойно давала возможность проходить КФУшникам к воротам и забивать На последней минуте мяч в ворота соперника отправляет гонболист КФУ Кирилл Зверев После чего – свисток 39-15 С таким счетом заканчивается самая легкая игра для Казанского федерального в этом сезоне Наталья Жижнова, Глеб Нигмати, Неделя спорта Далее говорим о хоккее И как там было на самом деле круто Смотри сейчас этот сюжет Первый день зимы состоялось открытие турнира среди студенческих любительских команд Поволжского федерального округа Наши казанские елбарсы оказались во второй группе с Ижевском и Пензой Первый матч группы Б В ледовом дворце Акбуре встречались хозяева турнира казанские елбарсы и Ижевск Долго искали свою игру команды Первый период оказался безрезультативным Хотя у казанских студентов была пара опасных моментов в большинстве Когда Эмин Мухаммедянов из Ижевска свалил за задержку клюшкой Второй период оказался богатым на голы Сначала Ислам Шавалиев с передачи Марата Хафизова огорчает гостей 1-0 Полторы минуты спустя Артем Киньебаев увеличивает преимущество своей команды 2-0 Ижевск не собирался сдаваться И на седьмой минуте Вадим Плотников с передачи Рустама Теплякова сокращает отставание до минимума 2-1 Но казанцы на десятой минуте вновь его увеличивают Артем Киньебаев оформляет дубль 3-1 В решающем периоде хозяева не оставили никаких шансов Ижевску На восьмой минуте Леонид Гаркин А на пятнадцатый Раниль Сулейманов увеличивает разрыв И приносит команде уверенную победу 5-1 В принципе выполнили тренерскую установку Получилось более чем Конечно не реализовали некоторые моменты Но ничего страшного, двигаемся дальше Хорошо, что выиграли Всем спасибо Сразу же состоялся еще один матч в группе Ижевск против Пензенской области В котором вторые оказались сильнее 5-3 Результаты сложились так, что второй матч для Барсов был за первое место Соперник Пензенская область Гости очень стремительно начали матч Уже на второй минуте Никита Пушенко открыл счет 1-0 А на четырнадцатый Максим Чумаков его увеличил 2-0 Хороший нокаут получили Юлбарсы в первом периоде Во втором отрезке Пенза также не снижал темп И на двадцать седьмой минуте Станислав Бабик довел счет до крупного 3-0 А в третьем тот же Максим Чумаков оформляет дубль И ставит жирную точку в матче 4-0 Юлбарсы выходят из группы со второго места в полуфинал Где их ждет сборная Нижегородской области Которая заняла второе место в группе А Команда очень сыгранная с соперников Играла комбинационно Довольно-таки умно Поэтому, наверное, все-таки Здесь мы проиграли И плюс Ошибка наша была в том, что Сбились на индивидуальные действия Это и привело к такому результату Первый полуфинал состоялся уже на следующий день В спортивном комплексе «Зеланд» Скрестили клюшки Пенза и Киров В тяжелейшем матче Пенза затворила камбэк с 0-3 И победила со счетом 4-3 Во втором полуфинале встречались казанские юлбарсы И сборная Нижегородской области Первые 10 минут команды искали свою игру И старались сыграть аккуратно, без ошибок Но на 12-й минуте Иван Бронин с передачи Евгения Дойникова Открывает счет Юлбарсы смогли собраться в перерыве И уже в оставшееся время их было не остановить Во втором периоде в воротах гостей оказались сразу три безответные шайбы На 4-й минуте капитан команды Марат Хафизов повел команду за собой И забросил шайбу А уже на 7-й Дмитрий Зацепин вывел свою команду вперед 2-1 За 4 минуты до конца второго отрезка Аделис Канов еще раз огорчает гостей 3-1 Мощный период получился у юлбарсов Но они не собирались останавливаться В третьем периоде еще две шайбы казанцев снимают вопросы о финалисте турнира Ислам Шавалиев и Артем Перов 5-1 Разгромная победа Казанские юлбарсы выходят в финал, где их ждет Пенза Игра была напряженной Соперник был очень хороший Но мы, команда, собрались И показали на все, что мы способны Заключительный день турнира открывал матч за третье место В котором Нижний Новгород обыграл своих соперников из Кирова со счетом 5-3 И завоевал бронзовые медали В финале встретились команды, которые уже знакомы друг с другом По группе B Сборная Пензенской области против казанцевских юлбарсов Как и на групповом этапе, гости мощно начинают игру Станислав Бабик огорчает вратаря хозяев Руслана Путинцева Вязкая игра с обилием голевых моментов Удаление стычки можно было увидеть в последующих периодах Команды по разу играли в формате 5 на 3 Матч приобрел уже грубый характер Двух игроков-гостей удалили до конца игры Сначала Даниила Баймакова, а позже Никиту Пушенко за неспортивное поведение К сожалению для казанских студентов За 4 минуты до конца матча Пензенцы увеличивают свое преимущество Максим Чумаков 2-0 Полторы минуты спустя Кирилл Кокшин снял все вопросы о победителе турнира 3-0 Сборная Пензенской области завоевывает золотые медали турнира Казанские юлбарсы серебро Соперники все молодцы, очень достойно сыграли Вообще абсолютно все участники команды турнира Поэтому всем большое спасибо за то, что приехали к нам в Казань Ждем еще Амир Сабиров, Неделя спорта Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась с вами Неделя спорта А что будет дальше, посмотрим Большое спасибо вам, друзья То, что смотрите нашу программу на протяжении всех этих 4 лет Мы вам очень благодарны за вашу поддержку Не останавливаемся, все только впереди 4 года позади, но впереди еще как минимум сотка Еще увидимся, до скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова